АВЭ! Граждане Третьего Рима! АВЭ вам! Мы... Слушай, а ты не знаешь, чем слова благородной латыни отличаются от обычных английских? А в сущности то же самое. Надо только ко всему прибавлять ум. А также можно пристегивать ус. Хорошо. Итак, в студии Гомоверум. Ибо... Бонус. Так и будет на латыни. Бонус! Сегодня мы расскажем о проектах, посвященных величайшей земной цивилизации, Священной Римской империи. Знаю, что многие граждане до сих пор нет-нет, да и запустят классический Ром Тотал Вор. Мне тоже хочется поиграть. Прям руки чешутся. Ром Тотал Вор появился в 2004 году Анна Домини. В принципе, не так давно. Особенно для тысячелетней империи. Стратегия сразу обрела много поклонников, как среди граждан, так и среди варваров. Публику покорила замечательная графика, а пуще того непревзойденный геймплей. Игра делилась как бы на две части. Стратегическую, мучительное раздумие над картой, и тактическую, сражение в реальном времени. Ром Тотал Вор многих заставил понять, что же такое на самом деле провинция. Не место, откуда надо поскорее уехать. Не обиталище нищих людей, говорящих с акцентом. Не однокоренное слово со словом «провинциальный», а мощь и сила империи. За провинцией стоят насмерть центурии. Туда отправляются полководцы в поисках славы. Провинции! Главное богатство Рима! Квинтили-вар! Верни мои легионы! Успокойся, Цицерон! Не смей мне указывать, плебей! Я тебе покажу, как разговаривать с трибуном! Руки короткие! The Great Battles of Rome Грандиозные битвы настолько хорошо удались создателям Рима, что телеканал History Channel использовал игру при съемках фильмов из цикла «Battles of the Ancient World» для реконструкции исторических баталий. Вот фрагменты одной из серий проекта. Как видите, живые актеры выглядят ничуть не убедительнее компьютерных. Единожды посмотрев такое, школьники и студенты с неокрепшими умами навсегда уверятся в том, что так оно и было на самом деле. Получается, что эта игра, как ни крути, уже попала в историю. Продолжение следует... В этом году появится сразу несколько проектов, которые очень по-разному воплощают тему вечного города. «Империум романум» – стратегия в реальном времени. «Ваше альтер-эго»? «Альтерус эгос, варвар! Не смей коверкать божественный латинский язык!» «Ты лучше попридержи свой божественный латинский язык!» «Не помнишь, что сказал Овидий?» «Анэскис лонгас регибус эсэ монус!» «Разве ты не знаешь, что у царей длинные руки?» «Оно и видно». «Итак, ваше альтер-эго» – губернатор римской провинции. Небольшое поселение, которое вы получаете под свою опеку, надлежит превратить в процветающий город со статуями. «И ведь ладно бы вы правили единолично, железной рукой, так ведь еще под ногами путаются всякие городские советы, сенаторы и прочая шушера. Будь вы даже губернатором из чистого сахара, исполняющим все прихоти горожан, вам не избежать бесконечных дрязг». «Вообще игра дает ощутить, насколько это тяжело – управлять человеческими поселениями». «И это в условиях республики, когда каждый норовит высказать свое мнение». «В игре есть опция – алтарь, которая позволяет узнавать настроение и чаяние граждан. Кому-то не хватает еды, иные скучают без зрелищ. Эти готовы бунтовать из-за нехватки рабов. Рабы возмущаются избытком свободных граждан. «Черепицу опять не завезли! Одежду не пошили! Воды не хватает!» В определенный момент игра «Империум романум» превращается просто-напросто в тяжелую работу. «А самое обидное, что недовольные найдутся всегда, как бы ты ни надрывался!» «Они просто недовольны, и все тут!» «Вот из-за таких империи постоянно скатываются к тирании!» «К счастью, у вас всегда есть возможность отвести душу на войне!» Соседние варварские племена мечтают обрести покой и счастье под сенью римского орла. «И вы дадите им такую возможность!» «Пусть для этого придется вырезать всех мужчин племени старше 14-ти и моложе 70-ти!» «А все-таки почему нет рук?» «Это бюст» «А нельзя с руками?» «Бюст с руками» — это уже статуя. «А бюст с бюстом?» «Женская статуя». Напоминаю, в кинотеатре без винта сегодня дают фильм «Римские каникулы». «Самая странная игра на тему вечного города называется «Крейдл оф Ром». Колыбель Рима Аннотация к игре заманивает нас возможностью стать императором. Играя на человеческом тщеславии, нам сулят всю античную архитектуру, науку и музыку. Колизей с гладиаторами и пантеон с богами. А на поверку это оказался вариант простенькой игрушки «Лайнс». Ну, то есть простенькая она по концепции. Играть-то в нее довольно сложно. «Вместо классических разноцветных шариков здесь участвуют предметы якобы римского обихода. Монеты, сосуды, какие-то топорики и черт знает что еще!» Однотипные вещи надо выстраивать в линию. После чего они сгорают и... Слушай, ну я как-то глупо себя чувствую. Конечно! Хуже было бы разве что объяснять правила Тетриса! В общем, в результате этих действий вы получаете необходимые ресурсы. И на них покупаете здания. Допустим, кузницу. Какое участие принимает кузница в игре, мы так и не поняли. И выигрыш, и проигрыш зависят от того, насколько ловко вы собираете линии. А нехватку наблюдательности не компенсирует ни кузница, ни даже целый литейный цех. Знаешь, чем старше становишься, тем лучше понимаешь латынь. Но это понятно. Жизненный опыт, образование. Да нет, дело не в этом. Рецепты выписываются на латыни. Что ж, тот, кто умеет разобрать рецепты, выписанные участковым врачом, без труда разберется и с новой игрой. Европа универсалис. Ром. По жанру это стратегия. Опять? Сколько можно стратегий, варвар? Надоело! Но я не виноват, что при слове «Рим» создатели игр начинают мыслить типически. Ну, как знаешь, я умываю руки. Этим проектом мы обязаны шведской студии «Парадокс». Отлично, команда. Очень дружно. Живут как одна семья. Действия игры происходят в период с Первой пунической войны до становления империи. Тут все серьезно. Никаких легкомысленных баталий. Только холодный расчет и фигурки, которые перемещаются по карте. Вам не обязательно принимать в сторону римлян. Можно выступать за Древний Египет, Грецию и других варваров. И попробовать изменить историю Древнего мира. Древний Египет Ну ладно. Ты хотел чего-нибудь поживее? Изволь. Многопользовательское РПГ «Гадс энд Хироуз» Роум Райзинг. Боги и герои. Рим возвысится. Ну? Что? А разве ты не должен потереть руки от удовольствия? Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррхррррррррррррррррррррррррррррррр ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Вообще-то, сия программа должна была появиться в 2006 году. Анна Домини. Согласитесь, неплохая идея. Выпустить на просторы всемирной паутины старого доброго Марса. Меркурия. Аврору. Химеру. Купидона. Тогда уж и Венеру. Ну, тогда и Бахуса в придачу. Несмотря на то, что на стороне разработчиков выступало такое количество старых богов, пока из этой затеи ничего не получилось. Сначала дату выхода откладывали на все более поздние... Анна Домини. А потом сведения от студии Перпетул Интертеймент и вовсе перестали поступать. Интересно, а Перпетул? Это не от слова Перпетул? Вечный. Ну, если это так, в запасе у студии еще очень и очень много времени. Перпетул Интертеймент и вовсе перестали. Перпетул Интертеймент и вовсе перестали. И на этом, собственно, все. Ты что? Знаешь, именно так должна выглядеть группа Talking Heads. Гейм, как говорится, оба. Квинтиливар! Верни легионы! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...